Много лет тому назад, когда мой жизненный путь еще только начался, в моей книжной полке лежала книга с названием «Сила мысли». Я уже не помню автора, не помню содержания, но эти слова и контур белой обложки всю жизнь как будто сопровождали меня, время от времени возникая в моем сознании и как бы призывая найти ответ. Через свою жизнь, пройдя множество материальных и духовных учений и практик, я сегодня как будто опять стою на пороге и понимаю, что то, что я искала вовне себя, все время находится во мне самой. Тот друг, который всегда с тобой, который может дать ответ на любой вопрос, дать совет в трудной ситуации. Заперты в клетке моего тела, он терпеливо ждал, пока я проснусь, пока я обращу к нему внимание. Как много раз он творил чудеса в моей жизни, но я воспринимала это как случайность. Как много раз он терпеливо ждал, когда я позову его на помощь в трудную минуту и позволю ему мне помочь, самый лучший и самый преданный друг, который живет внутри меня и искренне меня любит. А я искала ответ в обстоятельствах, в людях, в своих страхах и обидах. На протяжении тысячелетий был скрыт тот факт, что человек является суверенной душой, духом и может проявлять все для своего высшего блага. Навязчивая пропаганда материализма увели человека от истины и привели к тому, что человек потерял смысл жизни и почувствовал внутри пустоту. Любую пустоту нужно чем-то заполнить. А чем ее может заполнить человек, которого приучили, что не существует духовного мира? Единственным его утешением становятся материальные удовольствия материального мира. Мы ищем ответы вовне, а все ответы в вас. Каждый может задать себе вопрос и получить ответ. Мы ищем информацию в окружающем мире, вместо того, чтобы заглянуть в себя и найти там все ответы. Но опыт ошибок тоже ценный опыт. Чтобы не повторять этих ошибок в дальнейшем, тот, кто не прошел через ошибки, через негативные вибрации, негативные чувства, не может в полной мере почувствовать свет. Духовный мир – это объективная реальность, такая же, как та, которую вы можете ощущать и видеть вокруг себя. Но чтобы его почувствовать, надо направить на него свое сознание и хоть немного веры. И вы это обязательно почувствуйте. В каждом человеке есть свет, у каждого человека есть дух, воплошенный в тело. То, что мы его не чувствуем – это лишь потому, что наше сознание настроено чувствовать только вибрации материального мира. Каждый из нас бессмертный разумный дух, часть того бога, в которого он верит и которого называют разными именами. Дух воплощается в плотно материальное тело не полностью, а частично. Воплощенная часть духа – 30%. Это то, что мы называем душой. 70% духа остается в духовном мире. Это наша высшая сущность, которая напрямую получает поток энергии от Творца, и мы называем ее Высшее Я. То, что мы называем душа и дух – это название одной сущности. Дух – это бессмертная сущность, рожденная Богом. А душа – это та же самая сущность, но соединенная с жизненной силой, с особой формой энергии для соединения с физическим телом. Сегодня мы не одни в своих поисках. На Земле появляется все больше людей, которые могут установить контакт с внеземными цивилизациями и передать знания от наших братьев света всем, кто стремится их найти. Также эта информация была передана через контактера с внеземными цивилизациями Ирину Подсорову, ее куратором из Межзвездного Союза, в котором входит 116 цивилизаций нашей галактики. Нам постоянно приходят подсказки через музыку, книги, фильмы, через случайное слово, диктовки, ощущения, но мы их не слышим, не видим, не воспринимаем. Вместо того, чтобы настроиться на свое Высшее Я, мы применяем на себя чужой опыт и ждем результата. Как найти это соединение с Высшим Я, с высшей частью самих себя, которое находится в духовном мире и прямой доступ к информации, к знанию прямо от Творца, чтобы разобраться со своим предназначением и текущими задачами без сторонней помощи? Под видео имеется ссылка на медитацию для осознанной встречи с Высшим Я. А кто-то найдет связь со своим началом таким простым образом. Займите удобную позу, расслабьтесь и сосредоточьтесь на своем сердце. Скажите своему Высшему Я, как вы его любите, как вам не достает общение с ним. Поблагодарите его и спросите, желает ли оно общаться с вами. И прислушивайтесь к себе. Ответ может прийти, как очень тонкое ощущение, трепетание в сердце или другим путем. У каждого свой путь, свой способ общения. Кто-то может слышать, кто-то видеть, кто-то чувствовать, а кто-то просто знать. Голос, собственно, души у всех разные. У каждого свой подход. Если не услышите никакого ответа, примите с благодарностью то, что вы уже имеете. Учитесь любить, учитесь дарить любовь. Повторите опыт на следующий день. Делайте это каждый день. Задавайте вопросы, спрашивайте. Разговаривайте с ним, как с самим близким вам другом. Говорите, как вы его любите, как мечтаете общаться с ним. И рано или поздно ваше общение состоится. Высшее Я – практика соединения себя с Высшим Началом, которая была передана от наших звездных братьев Света. Каждое утро и каждый вечер в течение 10 минут направляйте свою энергию на соединение со своим Источником. И вы почувствуете тот Свет, который находится в вас самих, который будет вас вести и давать силы. Сядьте, расслабьтесь, закройте глаза и в произвольной форме, простыми словами, поблагодарите Творца, Создателя этой Вселенной, за то, что она есть, за то, что Он родил меня на этой земле, за возможность получения того опыта жизни, который я сейчас проживаю. Не обязательно именно такими словами, а каждый, как почувствует в этот момент. Можно обращаться к Божеству той религии, к которой вы привыкли. Если вы атеист, материалист, просто поблагодарите Свет, природу, материю, Вселенную, разум Вселенной, галактику, к чему вы найдете отзыв в своей душе? Когда поблагодарили сказать, я прошу соединить меня сейчас со своим начальным источником, моим Высшим Я, которое сейчас находится в Духовном мире. Я прошу, моё Высшее Я, очистить меня от всех негативных блоков, эмоций, заблуждений, иллюзий и других форм невежества в этом материальном мире. Я прошу дать мне почувствовать, увидеть, понять Твой Свет. Даже просто, дальше просто расслабившись, наблюдайте. Вы можете увидеть какой-то образ, почувствовать какие-то ощущения. У всех это будет по-разному. Каждый человек уникален, и тут нельзя вывести единую формулу для ответа. Что бы вы ни почувствовали, в любом случае, благодарите. Эту практику нужно выполнять в течение минимум 21 дня, чтоб каждый человек искренне на это настроенный, почувствовал в себе Свет. А дальше, когда уже будет более осознанный контакт, более отчёртливое ощущение этого Света, Вы можете мысленно задавать вопросы, и Вы получите ответы на любые, на самые трепещущие вопросы нашей жизни. И эти ответы будут из вечного источника, часть которого есть и Вы. Этот источник – это Вы сами, это Ваша часть, которая находится в духовном мире. У неё не заблокирован ванна память для входа в тело. Она остаётся неизменным вечным Светом, который находится на том уровне, из которого Вы вышли. Даже если Вы ничего не чувствуете, не видите, не бросаете, иногда нужно время для настройки чувствительности, а необходимая информация придёт к Вам. Мы привыкли проводить гигиену тела по утрам и вечерам, а гигиена души ещё более важна, потому что от неё зависит всё, вся жизнь. Если Вы чувствуете, что Вам что-то мешает, что не хочется чего-то делать, это говорит о том, что у Вас есть блоки страха, недоверия, вины и т.д. Установив контакт с Высшим Я, Вы сможете от них избавиться. Верующие люди разных религий может эти слова заменить своей привычной молитвой, но не просто помолиться, но поблагодарить. «Господи, я благодарю Тебя за Твой Свет! Я прошу Тебя наполнить меня Своим Светом, очистить меня!» Только есть одно условие. После молитвы и слов благодарности присядьте и позвольте говорить Богу. Молитва – это не монолог. Молитва – это всегда диалог с Богом. И чтобы эта молитва была успешна, когда Вы Ему молитесь, с Ним беседуете, Вы должны дать место для ответа Богу. «Господи, я готов услышать ответ! Что Ты мне хочешь сказать через Себя, через Своего Ангела и т.д. Я Тебе полностью доверяю, Ты мой Бог!» Призывайте, привыкайте на все смотреть с позиции Света. Любое событие, которое Вам мешает жить, которое для Вас негативное, научитесь принимать без отторжения. Попробуйте найти в нем положительные моменты. Представьте образ человека, появление которого мешает, и направьте в него свет. Помните, что в свете Вам никто не может повредить. Помните, что Вы есть бессмертный дух, который не может быть уничтожен или заболеть. Вы здесь родились для определенной цели, а когда Вы ее выполните, Вы пойдете в духовный мир для того, чтобы дальше развиваться. Получите там новое задание и воплотитесь снова. Это естественный цикл. Обязательно рассказывайте своим детям, что у них есть не только тело, что они не просто имеют потребности покушать, поспать, поиграть, а что они есть вечные бессмертные духи, которые воплотились, что у них есть свои задачи. А в лет 7-10 можно поговорить о том, что можно соединиться со своим высшим духом, что ничто не дает большего счастья, удовольствия, наслаждения, чем слияние с этим источником. Ни в коем случае не заставляйте, если ребенок не хочет. Просто делайте это при нем с самого детства, и это для него станет нормой. Когда таких людей, кто это делает, уже будет много, у вас начнет меняться сознание. Сознание каждого отдельного человека и общественное сознание. Свет, который в себе откроете, сам будет учить и доставлять на тот путь, который откроет смысл жизни. А смысл этого воплощения. Свет, который в себе откроет смысл жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...